Гимн города Гимн города И, конечно, рассказывать о достояниях города. При этом не только вспоминать прошлое, но и обязательно говорить о славном будущем города у моря. Любимый город, нам тобой гордиться, края традиции, живи и процветай. Среди участников люди разных профессий и возрастов. Есть профессиональные музыканты, писатели, поэты, священнослужители. Владимир пишет стихи уже много лет. Сам исполняет песни и творчество считает неотъемлемой частью своей жизни. Всегда найдет работу надежный экипаж. Не зря проспект центральный зовется океанским. Ведь океаном дышит город наш. Конечно, мы связаны с городом. Открываешь окно и вот оно солнце красное. Вот она энергетика, которая позволяет автору получать колоссальный сгусток энергии. И потом, пропустив его, через призму своей души выкладывать на белый листок бумаги безоглядно. Потому что Бог дал такое сказочное, замечательное место, как город Владивосток. Люди разных профессий собрались и в жюри. Работы горожан внимательно прослушивали поэты, музыканты, композиторы и депутаты. Свой вердикт они вынесли вместе. Все-таки мы пришли к выводу, что произведение, которое могло бы стать гимном города Владивостока, к сожалению, мы не увидели, не поступило к нам. Там были песни. Хорошие песни, интересные песни, красивые песни, разные песни о нашем городе. Но гимна там не было. Участники экспертной группы не исключают того, что конкурс придется устраивать заново. Потому как не хотят узаконить куплеты и мотив только потому, что пришлось выбрать лишь из того, что есть. Несмотря на то, что ни один из вариантов так и не стал гимном Владивостока, тем не менее, те материалы, которые присылали горожане, не пропадут. Они будут звучать на городских мероприятиях и праздниках. А в администрации до сих пор идет голосование, только теперь не за конкретные варианты. Власти обращаются к горожанам, чтобы узнать, каким в идеале должен быть гимн Владивостока. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.